Не все, кто сидел во времена ГУЛАГа, сидели случайно. Интересное высказывание сатирика Жванецкого на глаза попалось. Давайте спорить о вкусе устрицы черной икры с теми, кто это пробовал, логично, согласитесь. Но не ел, если ты те устрицы никогда. Как ты можешь утверждать, вкусно оно или нет, тем более вступать в спор по этому поводу? Тогда простите, но с какого перепугу мы ежедневно слушаем мнение каких-то россиян о свободе или несвободе выборов в той же Украине, если мы сами в свободных выборах ни разу не участвовали. И те эксперты, кстати, которые нам рассказывают о демократии по ящику, также ни малейшего представления о демократии не имеют. Ну, разве что в книжках читали об этом явлении. Прям страна профессоров около всяческих наук. А это спецпроект реальной журналистики Вести без Дмитрия Киселева. Самая популярная программа среди моей мамы, напоминаю, ТОП-7 наиболее абсурдных событий из России. Сегодня подводим итоги ушедшего от нас года 2018. Поехали! И начать предлагаю с выборной риторики. Вообще весь год был выборным. Мы президенты избирали. Ну, как избирали, массовкой поработали. Нам потом рассказали, что мы типа волей изъявились. Избирали губернаторов в ряде регионов, парламента. Об этом позже. А вот на седьмом месте нашего парада абсурда свежая история из Ростова-на-Дону, где 23 декабря состоялись до выборы в местную гордуму. Двух депутатов по двум округам там добирали. Итоги вообще никого не удивили. Победили, разумеется, кандидаты от партии реальных дел. Причем классно так победили уже по накатанной схеме. Например, на участке Первомайский на протяжении всей процедуры подсчета голосов лидировал кандидат от ЛДПР Оськина. И вдруг бабах! Откуда ни возьмись. Появляются бюллетени с результатами типа досрочного голосования. Вуаля! Парень из Единой России становится чемпионским чемпионом. На этом, впрочем, история не закончилась. Обалдевшая господа, госпожа Оськина, а с ней еще один наблюдатель, попытались выяснить, что происходит. В итоге получили по шее. В прямом смысле, впрочем, побитых же. Затем и обвинили в нападении на членов избиркома. Ну, кто бы сомневался. Седьмое место. Просто мы устали от того, что люди опутаны и запутались в той лжи, в том беззаконии, в той непотребной нищете, которую нам дает наша власть. Да, видео той драки у меня, к сожалению, нет. Но зато вот она, та самая Оськина. Согласитесь, по ней прямо видно, что терминатор такой с лицом убийцы. Тут гадалки не ходи, ясен пень, что именно эта женщина драку затеяла. Не удивлюсь, что покалечило человек сто. При этом половина пострадавших оказались бойцами ОМОНа. Ну, а теперь серьезно, давайте. Вот в этот бред этих бредоносцев от политической структуры в гостях у сказки люди уже просто не верят. Даже, кстати, знаете, сколько человек в Ростове в тот день волей изъявиться пришли. Полторы тысячи на один участок и чуть больше тысячи на другой. Из пятидесяти тысяч избирателей. Мощно. Думаю, это о многом говорит. А вообще, 18-й убедил даже самых непробиваемых скептиков, что за власть в нашей стране голосуют исключительно сами представители власти. И за свои кресла эти ребята готовы держаться зубами. А еще, что роль избирательной комиссии в выборном процессе сводится к одной единственной задаче. Фальсификация. И мы все это увидели на выборах в Приморье. Ну, всякое бывало в нашей недодемократической истории карусели крутили. Агитаторы подкупать избирателей пытались. Что-то там выбрасывали. А вот в сентябре Россия явилась настоящее чудо, на которое даже великий Мерлин вряд ли способен. Во втором туре, куда вышли кандидат от ЕР Тарасенко и представитель КПРФ Ищенко после обработки 95% протоколов лидировал кандидат от оппозиции. Причем, с приличным отрывом человека уже поздравлять с победой начали. Потому что, ну все, не тут-то было. Это ведь только для Архимеда какого-нибудь 2 плюс 2 равняется 4. А для Памфиловского ведомства подобный случай предусматривает множество правильных решений. Победу отдали мужчине от партии главных математиков страны. 140 миллионов наших соотечественников просто офонарели тогда. Понятно, что во втором туре очень конкуренция обострилась, страсти накалились, и тут все может быть. Поэтому тщательно изучим и тогда сформулируем свои рекомендации. Отдуваться за случившееся пришлось Памфиловой. Вся остальная верхушка предпочла отсидеться в кустах, которая, впрочем, все равно не придумала, что наврать, и приняла единственное правильное решение назначить перевыборы. Как оказалось, спустя полтора месяца единственное правильное решение для власти, потому что от тех перевыборов только власти выиграла. На Приморье были брошены мощнейшие ресурсы, куча денег, полк политтехнологов, хромую утку Тарасенко, а Тарасенко спрятали в какой-то пыльный чулан, он, похоже, там до сих пор разлагается. Вместо экс-губернатора выставили другого статиста Кожемяка, а Ищенко, который, по сути, выиграл настоящие выборы, это в сентябре и мог выиграть. Еще раз, даже до участия в третьем туре не допустили формулировку. Послушайте, посмейтесь. В первый день регистрации он же был последним для приема заявок. Свои 147 депутатских голосов и почти 8 тысяч избирательных в край избирком принес самовыдвиженец Андрей Ищенко. Однако быстрый сбор подписей насторожил экспертов. Без партийной поддержки сделать это практически нереально, считают они. Да и физическая активность кандидата даже в виде агитаторов-сборщиков не наблюдалась, кроме как призывов поддержать Андрея Ищенко в социальных сетях. Знаете, Пастернак однажды сказал красивую, короткую, но емкую фразу «Подлость универсальна». Я не про единороссов думал, когда эту фразу вспомнил. Их как раз хоть понять можно. Политическая борьба ведется и не про членов избиркома. Халдея, а не и в Африке халдеи. Я про авторов данного мега-кино. Виктория Сарада, Сергей Яровой. Вести, Приморье. Вот это Виктория Сарада. Она ведь не под дулом пистолета работала, как, например, актриса из глубокой глотки Линда Лавлейс. Девушка-корреспондент все сделала, все абсолютно добровольно, без комментариев дальше. Хотя, да, еще в 18-м году пропагандисты окончательно себя опустили и растоптали последние остатки собственного достоинства. Если до того как вот эти вот как будто бы журналисты просто врали своей аудитории, то теперь у многих еще и крыша поехала, в связи с чем ребятишки решили продемонстрировать соотечественникам и не только, что они не просто лжецы, трусливые или продажные, в данном случае, неважно, они еще и быдло, гопники. Знаю, слова не эфирные, но как, по-вашему, вы бы назвали оное? Вот эта песня, которую я ввел в эту программу, в этот коллектив, в эту банку, в эту семью, летом, блядь, 16-го, с*** года, все, блядь, взяли бокалы, а еще не взял бокалы, а вот и это. Вот есть регион Хакасия, там выбрали, значит, губернатором дебила, причем всем понятно, что он дебил, это никого не интересует, он открытый дебил, такой совершенно, манифестированный, вот, юрист местной коммунистической газетки, в Хакасии. Причем досадно-то не то, что такие отбросы ведут себя, как отбросы, меня другое печалит. Каждый из этих био-чучел, говорим сейчас об этих двоих, олицетворяет собой политику на национальном телеканале нашей страны, национальном, повторюсь, который вещает на всю планету и просто задумайтесь. Посмотрел немец или англичанин на данное пьяное пугало, и он ведь правда будет думать, что мы все тут такие, больше скажу. Иностранец пораскинет мозгами и придет к неутешительному выводу, блин, если у них в эфире главного ТВ-канала такая отморость работает, элита, блин. Что ж за бандерлоги тогда? В принципе, ту Россию населяют. Осталось только голую или совокупляющуюся Андрееву в программе «Время показать», а продолжаем. Госдура. Это слово окончательно и бесповоротно в прошлом году вошло в лексикон наших соотечественников, и теперь его из русского языка никаким топором, похоже, не вырубить, догадываюсь. Кто-то из парламентариев, возможно, сейчас обидится, мол, что ж ты нас оскорбляешь, чем ты тогда от деграданта Леонтьева отличаешься, господа парирую. Это не я вас оскорбляю, вы сами делаете все возможное и невозможное для скорейшей смены таблички на здании на охотном ряду, потому что такого количества идиотских инициатив ни один созыв за год на обсуждение в Думу не вытаскивал. Депутат Боярский предложил, а давайте за репосты в соцсетях штрафовать пользователей на 5 миллионов рублей. Камрад Петров этот налог на пикники придумал. Госпожа Галкина с проституцией боролась и договорилась до того, мол, а я вот думаю, надо действовать через клиентов ночных бабочек. Попался мужик на расслабоне, либо арест, либо женись на такой. Яровая, наша любимая, пенсию для стукачей предложила учредить, мол, надо же как-то поощрять тех, кто сотрудничает с компетентными органами субсидий от государства таким сознательным. Еще была инициатива с запретом хранить валюту США на территории России. Автор некто Дегтярев. Ну, а про акциза на соль, сахар и колбасу даже вспоминать больно, это я пытаюсь оскорблять народных избранников. Четвертое место. Бесплатное топливо лежит под ногами, а жителям приходится тратить тысячи рублей на покупку дров. Сбор валежника в России пока под запретом. Сейчас лес завален старыми деревьями и ветвями. Дрова прямо под ногами, но взять их нельзя. Это запрещает закон. Нарушишь, заплатишь штраф. От трех до четырех тысяч рублей. А если для заготовки использовалась, например, пила или другая техника, уже от четырех до пяти тысяч. Если я решу взять себе на дачу вот такие тоненькие веточки, чтобы, например, растопить ими мангал, то мне за это ничего не будет. Я останусь у закона послушным гражданином. Скоро все должно измениться. Государственная дума приняла закон, который разрешает гражданам заготавливать хворост, полежник и сухостой для личных целей без каких... Ну вот как-то так. Впереди тройка лидеров, интрига есть, поверьте. Ну, конечно, куда ж без нее не могла пенсионная реформа не попасть в данный топ. Афера года или кидок года, как хотите называйте. Но, ребят, слушайте, наша страна пережила тяжелейшие девяностые, когда полный алис вообще творился, однако даже в те непростые времена у людей не стали отбирать пенсии. Затем мы снова проходили через потрясение дефолт девяносто восьмого, кризис две тысячи восьмого и опять у народа не решились отбирать последние годы в две тысячи восемнадцатом счастье вдруг в тишине постучалось в дверь ой, а как ту реформу протаскивали через парламент Владимир Путин усиленно делал вид что он не в курсах происходящего даже когда его в лоб об этом спросили во время прямой линии что вы что вы вы знаете мою позицию я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно вот на что бы хотел обратить внимание одна из ключевых задач которая сформулирована мною перед правительством это повышение доходов пенсионеров а уже на следующий день как бахнуло к счастью футбик начался и русский Ваня тут же отвлекся на эти мультики законопроект по-быстрому приняли в первом чтении отправили в регионы типа на посоветоваться коммунисты собаки правда чуть всю малину не обломали давай палки в колеса вставлять митинги какие-то айда устраивать на марш выходить на помощь пришли хорошая погода с шашлыками и сезон отпусков Ваня погнал развлекаться а ближе к осени пропагандисты со своими сказками пригодились друзья деньги это зло тем более для стариков да и о каких стариках речь в 60 жизнь то только начинается от работы кони дохнут вопросительный знак сколько вам лет сегодня мне 61 60 лет 60 лет у вас молодость только что закончилась наступила зрелость когда человек приседает встает ходит вот он плиточник это вот такая работа у него вообще все кипит вы молодец что вы остаетесь в стране одной фразой лета бесконечного бреда мы пережили хлоши лицемерия завозились в страну дураков эшелонами дураки впрочем наотрез отказывались верить что их обманут и пытались фантазировать что если им добавят 5 лет и тышу то они точно начнут хлебать деликатесы половниками не случилось закончилось все вот этим прошу вас отнестись к этому с пониманием к слову позже выяснилось что и тышу то ту обещанную не добавят но с недостаточным пониманием видимо отнеслись некоторые хотя вот вы знаете а мне что-то подсказывает если будущий весной пенсионный возраст решат поднять еще на 5 лет под такие же россказни почему весной чемпионат мира по хоккею потому что в апреле-май проходит так вот если решат будет все то же самое только вместо Акинфеева на овечки назырить будем второе место по праву принадлежит а пофигею наглости чиновников на местах с этой наградой можно и гладских государств вам ничего не должно поздравить и липецкого губернатора Артамонова единственного человека в стране который умеет работать но особое внимание хотел бы уделить слугам народа из Брянской области а точнее из города Клинце эти вообще красавцы напоминаю минувшим мартом в администрацию этих самых клинцов обратились представители международного фонда помощи больным и нуждающимся детям и предложили оплатить поездку на море для нескольких десятков ребятишек из неблагополучных семей в итоге на море поехали самые нуждающиеся дети чиновников причем не так как это обычно бывает когда в группу из 50 человек попадает там двое-трое блатных группу на все 100% сформировали из элитных ребятишек но дело даже не в этом в конце концов чинуши попались на своей афере господа вот в нормальной стране простите в другой стране это стало бы скандалом скандалов потому что в данном случае мы видим и превышение должностных полномочий и даже коррупцию с мошенничеством но это в другой стране в нашей аферисты тупо вышли сухими из воды и даже покаяться не захотели а просто рассмеялись нам с вами в лицо обладатели серебряных наград пожалуйста покажите мне вот вы сейчас мне говорите родители дрались боевые действия проводили вот подождите давайте вот по факту почему там дети работников администрации а дети работников администрации это не дети города Клинцы со самого начала скажем так вся работа которая проведена до этого она была опошлена и скажем так я вам скажу что именно вами она и была опошлена мы абсолютно не видим здесь никакой пошлости в том что поехали те или иные дети понимаете 7 тысяч детей в городе из них поехало 50 в группе должны были дети администрации должны быть многодетные должны быть больные дети должны быть то есть отставок не будет отставок то есть добровольно никто уходить не будет после такого события то есть вы считаете все нормально то есть какие отставки подождите о чем вы сейчас говорите анекдот почему-то вспомнился самая поганая работа быть заведующим школьной столовой знали бы вы как стыдно красть у детей ну и финишная прямая вы наверное думаете что на золотом пьедестале по итогам года оказался наш национальный лидер который ну да действительно много и часто нас разочаровывал или может быть наиглупейшая история с ней о несостоявшейся дуэли Навальный и Золотов не угадали потому что верхом абсурдности 2018 в России лично для меня да я думаю вы через несколько секунд сами со мной согласитесь стало вот это внимание на экран прошу вас умоляю помогите помогите нам мы очень надеемся на вашу поддержку пожалуйста помогите нам просто задумайтесь насколько деградировало российское общество происходящее сегодня в великой и могучей можно уже наверное сравнить с тем что творилось в Содоме и Гаморе можно провести параллель с замечательной историей о картине на легендарном режиссером Тинтом Брасом я про Каллигулу в стране правда какая-то Содомея творится людей в грош не ставят те кто назначили сами себя элитами ведут себя как скоты а мы господин президент помогите нам вот он символ 2018 и это был специальный проект реальной журналистики программа Вести без Дмитрия Киселева сегодня подводили итоги ушедших 12 месяцев на моей страничке в ютубе ссылка сверху больше серии этого замечательного сериала заходите любопытствуйте на канал подписаться не забудьте в соцсети ко мне тоже добро пожаловать там тоже масса поводов призадуматься в друзья добавляйте темы предлагайте под ними мы обсудим а я за сим спешу откланяться все пока пока Субтитры подогнал «Симон»